Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие Господи, Отцы, Братья и Сестры, вот сегодня, в этот вечер, Святая Церковь собрала нас для того, чтобы дать нам преподать очень важный и очень нужный урок для спасения каждой души из нас. Чтобы было более ясно вся картина этого нашего временного мира. Вспомним слова Спасителя, который говорит «Тать не приходит, разве да украдет, и убеет, и погубит, а с придок доживут имут и лишше имут». Что это такое, что больше жизни? Жизнь и лишше, то есть больше жизни. Христос дает нам то, что больше жизни. И как часто многие или совершенно не замечают этих слов Господня, или же очень долго находят ответ на этот вопрос. Что такое то, что больше жизни? Ответ на это дает нам святой пророк Давид, Божий Господень. Он говорит такие слова. Вот в тех тексте, в шестопсалме, о котором мы часто привыкли слышать, и часто мимо ушей у нас проходят эти слова. «Яко лучше милость Твоя, Господи, паче живот». То есть лучше милость Твоя для нас, нежели сама жизнь. Почему так? Ну, жизнь и бесы имеют, и даже веру имеют, и трепещут, но милости они не имеют. Вот поэтому на первых же листочках Святой Книги Библии мы находим такие, может быть, порою странные даже для нас слова Господня, которые говорят, как бы Адам не вкусил от древа жизни и не стал бы жить вечно вон его изграя. И Адам был изгнан из рая, потому что он мог бы вкусить от древа жизни и стал бы жить вечно, но не имел бы милости и был бы подобен таким же, как бесы. И вот чтобы этого не случилось, Адам не знан из рая. А вместе с этим Адама и его потомство постигло смерть. однако не сразу, но от Адама рождаются люди и каждому человеку дается определенный период этой земной жизни, в которой бы он жил в теле. И поэтому апостол в Священном Писании говорит, что каждый человек получит воздаяние доброе или худое за те дела, которые он с телом соделал. Вот потому и сейчас наша Святая Церковь напоминает нам, пока мы живы, пока мы ходим на земле, чтобы мы заботились о том, чтобы стяжать милость Господню, чтобы, делая добрые дела, дела заповеди, дела закона Божия, мы были бы любимыми, драгоценными, чадами Божиими. Если же у нас будет жизнь не в таком духе, как заповедал нам Господь и Христос, чтобы жить по закону Божию, по Слову Божию, А что, если бы кто-то уклонялся бы совсем от Бога, уклонялся бы от закона, от заповедей, то что ожидало бы такого человека? Ожидало бы то, что и Адама, если бы он и получил бы жизнь, но не имел бы милости, то был бы ничем иным, как бесом. Они тоже имеют жизнь, а добрых дел не имеют и не знают. И вот, дорогие Господи, братья и сестры, вот сейчас Святая Церковь установила вот этот вечер специально для того, чтобы мы поразмыслили как нам устроить свою земную жизнь так, чтобы иметь надежду по воскресенье быть наследниками Царства Небесного и быть чадами Божьими, чадами Христовыми. Конечно, мы своими силами ничего не могли и не можем до сих пор сделать. Для этого нужна Божия помощь. А Божия помощь прежде всего состоит в том, чтобы исполнял человек Слово Христа, то есть Слово Божие. Ну, вспомним, пожалуйста, как говорит Святое Писание. Прощайте друг другу. Если кто прощает друг другу, того и Бог простит. Говорит Господь, не судите, да не судимы будете. Смотрите, кажется бы кратко, но как это нужно для нас и как часто мы нарушаем эти важнейшие для нашей жизни, для спасения слова Божия, Божия истинной Божией, правдой, Божией закона, значит, надо здесь, на земле, научиться прощать, не судить ближним. А так же еще Господь говорит нам, пока мы здесь, на земле, научитесь от меня, я как роток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. И вот сегодня, дорогие Господи, братья и сестры, каждый из нас должны проверить себя, проверить, каково наше сердце, расположено ли оно с любовью, с усердием прощать ближнего, который согрешит против нас. Почему? Да потому, что мы ясно знаем, что и мы сами часто согрешаем перед ближним. Слово Божие приживает не судить, потому, что и мы часто судим, а люди неправильно, несправедливо, и потому, как судим, так и осуждены будем. этот необъятный мир, в котором мы сейчас живем, преисполнен не только вот, в котором живем мы, люди, но множество и других живых существ, живые существа, которых Господь представил, чтобы некоторые служили человеку, например, коровки, лошадки и другие животные, и как можно часто видеть, как они делают что-то такое, что не всякий человек может выполнить. Вот, я хочу вам рассказать, может быть, некоторые, многие даже слышали это, как это было со мною. Вот у нас на подсобном хозяйстве у нас лошадки, они трудятся, верхом на них едет, запрещается, это как-то неприлично для монахов. Лошадки только трудятся. И вот представьте себе такую картину, как однажды я принял вид, как будто я очень и очень рассердился, начал кричать, кнутом стучать, шум такой, что кажется, не то, что лошади, люди бы разбежались. И тут вдруг одна лошадка, которая стояла совсем недалеко от меня и как будто бы травку щипала, стояла, и вдруг совершенно неожиданно, для меня и непонятно, повернулась и идет ко мне навстречу. и представьте себе, эта лошадка мордочку сделала физиономию, как это может быть бывает нередко у животных, мимикрая, она вытянула, прижала ушки, глазки сделала добрые, подошла и как бы выражала бы этим своим видом, ну что ты разошелся, плюнь ты на это делай. Подошла и начала лизать меня, то есть успокаивать. И это продолжалось не менее пяти минут. Я уже и кнут бросил, она продолжает еще меня успокаивать. Ну что же дальше делать? тогда я принял вид, как будто бы я успокоился и так постарался вот так настроить себя успокоенным видом. И тогда эта лошадка повернулась и пошла. То есть она выполнила свое дело. Ну что мог я? Как я мог поступить, если этому животному неразумному, ей стало жалко меня, ей показалось, что со мной что-то случилось нехорошее. И она пришла меня успокоить. Конечно же, вслед и я стал чесать ее, гребеночка, успокаивать, чаюнька, лошадочка, добрая, хорошая. она спокойненько пошла исполнять свое дело. Это вот один пример. А вот совсем недавно, буквально на днях, другая лошадка. Я подхожу к денеку, смотрю, эта лошадка лежит. Я думаю, что ж такое, зову ее. Она как-то плохо откликается, а потом все-таки начала вставать, но никак не могла встать. Для меня это было странно. У нее ноги скользили по полу, и наконец она все-таки при большом усилии встала и подошла ко мне. Ей захотелось, чтобы я ее как-то полоскал и утешил. Ее дал ей кусочек сахару и хлебушка. Она съела и вдруг сделала несколько шагов назад и свалилась. А в это время я увидел у ней под хвостом какой-то такой непонятный для меня довольно большой шар. А оказалось, что эта лошадка начала ожеребиться. Так вот, она преодолевая себя, преодолевая, ей захотелось вот с любовью подойти ко мне, чтобы я ее как-то бы утешил. Ну, конечно, рассказывать это долго, лошадочка и та ожеребилась. Вот, я хочу что сказать, если у животных есть любовь к человеку, хотя они несмысленные, у них только чувство, вот, чувство понудило ее подойти. Скажите, могу ли я вот эту и ту лошадку когда-нибудь больно ударить кнутом? Не смогу, поверьте мне. у меня сразу будет камень на душе до гроба. И вот эти животные даже научают нас, чтобы мы были милостивы друг другу, любили бы друг друга, и чтобы между нами было взаимное доверие с любви в любви. Это очень и очень важно. Если этого не будет, во что превратится наша жизнь? Неоднократно в истории бывало, какие трагические исторические события, когда между людьми возникало враждование, кровь проливалось убийство, умирали и молодые, и дети, и старые, пока наконец с молитвою Божию люди остепенялись и становились новой жизнью. вот сейчас и от нас требуется проверить себя, какие мы люди, как мы живем, правильно ли. А может быть, нам надо у многих животных поучиться. Вот посмотрите, пожалуйста, другой пример. вот Серафим Саровский как-то раздевался и его кусали комары, а он ни одного не тронул. Он не смел это творение Божие убить. А какой результат? А результат в том, что вот эта его любовь к живым творениям Божиим, она отразилась на медведе, который с любовью подходил к преподобному Серафиму, совершенно его не трогал. Подобное было и с преподобным Сергием, то есть животные чувствовали эту любовь и не боялись человека. А вот когда в человеке что-то худое, то и животные внезапно бывает нападают на человека. И это очень часто случается. И все это подобает знать по нашим грехам, что мы мало заботимся, мало печаемся о том, чтобы изменить себя и начать жизнь по образу Христа Спасителя нашего. Ибо говорит Слово Божие, и лицей во Христа креститеся, во Христа облекостеся, в нас должны быть чувствования, говорит Слово Божие, каковы и во Христе Спасители Нашим. Об этом мы должны заботиться. А вот в нынешний день Святая Церковь, чтобы поглубже утвердить в сердце каждого из нас, что нужно быть милостивым и с любовью относиться к ближнему брату своему. Святая Церковь призывает нас попросить прощения у каждого из тех, кого мы каким-то образом обидели, попросить прощения, а самим именно измениться, стать другим. Вот это требуется от нас. Будем мы новыми, другими, такими, поподобие, как Христос. Вот это и есть наша надежда на будущую, жизнь вечную, надежда на спасение. Без изменения, без начала жизни по образу Христову никому невозможно войти в наследие жизни вечной. И потому подобает поглубже, глубоко, я бы сказать, глубочайшим образом вникнуть в свое сердце, прощать всякому от этого потери не будет. А если и будет для тебя потеря какая-то, что-то кто-то тебе не поймет и обидит, все равно прости. Прости его. И Господь простит тебе множество грехов за это именно, за любовь к ближнему, потому что, вот представя себе, жизнь вечная в Царстве Небесном, ну неужели там люди все, которые вошли туда, будут как-то осуждать друг друга, будут как-то враждовать, будут клеветать и еще тому подобное что-то делать. Неужели это может быть? Никогда этого быть не может. Там будут все возлюбленные братья и сестры. Это будут наследники жизни вечной, праведной, истинной, а потому зная это, вот в этот день Святая Церковь всех нас призывает ко спасению, чтобы попросить друг у друга прощения, чтобы и самим быть помилованным от Господа нашего, дорогие отцы, братья и сестры, я, сознавая себя грешным, кому-то несомненно сделал что-то обидное, не то слово сказал, не вытерпев, а потому от всей души, от всего сердца у всех из вас и спрашиваю прощения сердечные, прошу вас, простите меня, дорогие гости, отцы, братья и сестры, да простит господь всех нас, все грехи нас, помилуйся, не забыл, не забыл, не забыл, а потому все грехи Субтитры создавал DimaTorzok